В истории человечества по масштабам наблюдаемых явлений трудно найти более грандиозное и загадочное событие, чем Тунгусский метеорит. Ученые до сих пор выдвигают свои гипотезы о произошедшем. Привет, вы на канале NSK Show и в этом видео мы узнаем о самых популярных из них. Метеорит. Утро 30 июня 1908 года не предвещало ничего необычного. Как вдруг над центральной Сибирью пролетело огненное тело. Полет некоего объекта сферической формы наблюдался во многих поселениях в той местности, а в радиусе тысячи километров раздались раскаты грома. По всему миру замечались сотрясения почвы и так называемые магнитные бури. Полет неизвестного космического тела закончился грандиозным взрывом над южным болотом близ реки под каменной Тунгуски. Сила взрыва, по некоторым оценкам, достигала 40 мегатонн тротилового эквивалента. В результате в лесах начался пожар. На протяжении трех дней над всей Землей наблюдались необычные световые явления, вошедшие в историю под названием «Светлые ночи» лета 1908 года. Облака, образовавшиеся на огромной высоте, интенсивно отражали солнечные лучи, тем самым создавая эффект «Светлых ночей» даже там, где их прежде не наблюдали. Несмотря на огромное количество выдвинутых гипотез, большинство ученых склоняется к тому, что это был все-таки метеорит, взорвавшийся над поверхностью Земли. Именно поэтому описанное событие получило название «Тунгусского метеорита». В этом месте была обнаружена сильнейшая геомагнитная аномалия. У спутников, пролетающих над местностью, проседает орбита, а сама территория как магнитом притягивает метеориты. В район катастрофы были направлены несколько исследовательских экспедиций. Начиная с экспедиции 1927 года под руководством Леонида Алексеевича Кулика. В пользу гипотезы о метеорите свидетельствует тот факт, что на площади в 2000 квадратных километров были повалены деревья. Однако специалисты так и не сумели найти метеорный кратер, иными словами воронку, которая неминуемо должна была образоваться при падении метеорита. Надо сказать, что метеориты постоянно со всех сторон атакуют нашу планету. Маленькие сгорают в плотных слоях атмосферы, а те, что побольше, падают на Землю и разбиваются. Но ни те, ни другие не взрываются. Такого явления не было обнаружено ни разу на протяжении всей многовековой истории наблюдения за движением небесных тел. Поэтому не существует и самого понятия «взрыв метеорита». А если и так, то куда в таком случае делось его вещество? Также совершенно не ясно, как в этом случае могли возникнуть оптические аномалии за тысячи километров от места катастрофы. Как, с точки зрения этой гипотезы, объяснить эффект магнитной бури, которая разыгралась в ионосфере сразу после взрыва? Наверное, этого достаточно, чтобы отбросить легенду о Тунгусском метеорите как несерьезную. Никола Тесла Еще одна выдвинутая гипотеза о том, что виновником случившегося был один-единственный человек. Именно тот, кто создал рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, электрические часы и еще около тысячи изобретений. Выдающийся американский физик сербского происхождения Никола Тесла в начале 20 века считался повелителем электричества. Среди его многочисленных работ было множество экспериментов, связанных с технологией беспроволочной передачи электроэнергии на большие расстояния. За несколько месяцев до Тунгусского взрыва Никола Тесла неоднократно заказывал в библиотеке Конгресса США подробные карты Центральной Сибири. Незадолго до случившегося Тесла завершил строительство своей небезызвестной башни Ворден Клифф. Она была изобретена с целью мировой беспроводной системы. Ее задачей являлось совмещение передачи энергии с радиовещанием и направленной беспроводной связью, которая бы позволила избавиться от многочисленных высоковольтных линий электропередач. Ворден Клифф позволяла выполнять сразу две задачи. Первая из них заключалась в возбуждении верхних слоев атмосферы, из которых, по мнению ученых, можно было черпать энергию. Второй задачей была передача этой энергии через Землю. Другими словами, с острова, на котором находилась башня, он мог направить энергию в район Тунгуски одновременно по двум каналам. Примечательно, что точка пересечения этих двух потоков приходилась почти точно на эпицентр катастрофы. Чтобы передать подземную энергию в эпицентр, Тесле не требовалось даже особой точности. Ему достаточно было возбудить подземными импульсами из Нью-Йорка глубинные разломы на территории Центральной Сибири. И тогда возбужденные земные недра начинали сбрасывать избыток энергии в район Тунгусского палеовулкана, вследствие чего из его жерла в ионосферу взмывает светящий столб. Этот мощнейший электрический разряд лавины энергии и ярчайшая вспышка стали апогеем этого грандиозного события. В заключении можно с уверенностью сказать, что у Теслы были и мотивы, и возможности вызвать Тунгусский феномен. Атомная бомба Согласно одной весьма распространенной теории, Тунгусская катастрофа была ядерным взрывом. Эту идею выдвинул Александр Казанцев в связи с развитием ядерных исследований и созданием атомной бомбы в середине 40-х годов. Последним фактом, который побудил его на эту гипотезу, стала шокирующая новость о ядерном взрыве в Хиросиме. От ведущего радио он узнал, что дома в эпицентре взрыва остались на месте, в то время как все постройки, которые находились чуть дальше, были повалены. Казанцев сразу же провел аналогию с Тунгусской катастрофой и пришел к неожиданному выводу, что в этих событиях есть схожести. Однако его гипотеза была сразу же подвержена критике всех ученых, ведь первые опыты по расщеплению атома стали проводиться только в 30-х годах 20-го столетия. Тем не менее, для Казанцева все признаки ядерного взрыва были, как говорится, налицо. Деревья в той местности стали расти быстрее, что вполне объяснимо воздействием на них радиоактивного излучения. Осталось только понять, откуда оно взялось. Так, в 1945 году им был написан рассказ «Взрыв», в котором он допустил, что виной всему стал атомный двигатель некоего космического корабля, который потерпел катастрофу в лесах Сибири. И хоть данная теория звучит слишком фантастически, она, как и все другие, имеют место быть. Выброс газа из-за вулкана Вольфганг Кунг, немецкий астрофизик из Боннского университета, считает, что никакого Тунгусского метеорита или иного небесного тела в тот день на Землю не упало, а гигантский взрыв, разметавший лес на площади более 2000 квадратных километров, не космического, а подземного происхождения. По мнению Кунгта, это был небывалой мощностью выброс газа. Под огромным давлением миллионы тонн метана взметнулись на высоту 200 километров над планетой. Там и образовался огненный шар, взорвавшийся в атмосфере. Ученый заявил, что только эта гипотеза объясняет, почему ни одна из десятков экспедиций, побывавших на Тунгуске за без малого 100 лет, не нашла никаких следов небесного гостя. Интересно отметить, что аналогичную гипотезу, совершенно независимо, выдвинул недавно российский геолог Владимир Гипифанов. Действительно, такая версия ученых может устранить все несоответствия в предпринимавшихся до сих пор попытках объяснить случившееся. На конференции в Москве Епифанов сообщил, в результате геологического смещения пластов земли в атмосферу был выброшен громадный фонтан из пыли, нефти, природного газа и гидратов метана. Там смесь была сильно разбавлена газом и смешалась с кислородом. Возникшая аэрозоль была подхвачена западным ветром и сконцентрировалась в верхних слоях атмосферы. С помощью захваченных потоком частичек пыли возник электрический потенциал, который сыграл в конечном счете роль взрывателя. Огненный шар из смеси газа, нефти и воздуха помчался к земле и привел в богатом кислородном нижнем слое атмосферы к мощному взрыву. Епифанов считает свою версию убедительной, так как в эпицентре взрыва находятся как раз газовые и нефтяные поля под слоем базальта вулканического происхождения, который образовался более 200 миллионов лет назад. Очевидно, землетрясение вызвало появление трещины, через которую под высоким давлением и мог выходить газ. Геофизическая гипотеза вполне может объяснить странности, связанные с Тангусским взрывом, в том числе и отсутствие обломков космического гостя и громкий гул земли до происшествия и землетрясения после. Черная дыра До сих пор речь шла лишь о гигантских дырах, которые, как правило, располагаются в центре галактик. Если на пути нашей планеты попадется гигантский монстр, ей, конечно, не выжить, сожрет. Хотя вероятность подобной встречи крайне мала, на грани теоретической. Но вот оказывается, куда больше шансов столкнуться с меньшим братом гиганта. Считается, что сразу после большого взрыва, почти 14 миллиардов лет назад, наравне с колоссальными возникли и микроскопические черные дыры. Этакие дырочки диаметром намного меньше атома. Тем не менее, вещество такой крохотули настолько плотное, что она, по мнению ученых, может весить миллиарды тонн. Стоит напомнить, что астрофизики называют черными дырами области пространства-времени с необычайно сильными гравитационными полями. Что бы туда не попало, обратно оно не вернется. Эти исследования навели ученых на одну удивительную гипотезу. Альберт Джексон и Майкл Риан, сотрудники отдела теории относительности Техасского университета, еще в 1973 году выдвинули гипотезу, которая говорила, что Тунгусский метеорит был именно черной микродырой, которая, столкнувшись с землей в Центральной Сибири, прошла ее насквозь, выйдя в Центральной Атлантике. Этому сопутствовали атмосферные явления и ударная волна. В то время, почти 40 лет назад, гипотеза американцев показалась совсем уж невероятной и, конечно же, была дружно отвергнута коллегами. Хотя причину катаклизма в российской глуши астрономы так и не нашли, они до сих пор деликатно обходят эту тему, называя события Тунгусским явлением. Пожалуй, я перечислил самые распространенные теории так называемого Тунгусского метеорита. Все они в чем-то похожи на правду, но все же в них всех также есть и нюансы. Во что верить, решать вам. Делитесь своим мнением о наиболее вероятной на ваш взгляд гипотезой в комментариях и не забывайте оценивать видео. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok